Всем привет! Меня зовут Даша Бублик и это проект 8.00. Сегодня мы с вами посещаем самую дорогую школу в Алматы и это Халиберри Алматы. Ну что, пойдем посмотрим, как здесь все устроено. Британская частная школа Халиберри Алматы была открыта в 2008 году. Сегодня в ней обучаются более 700 учеников в возрасте 4 до 18 лет. Один год ребенка в школе обходится родителям от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов в зависимости от класса. Чем старше школьник и чем ближе он к статусу выпускника, тем дороже будет обходиться его обучение. Все предметы в Халиберри Алматы преподают на английском языке, а большинство учителей – иностранцы. Ну что, заглянем и посмотрим, как там все устроено. Не забудьте подписаться на нас и поделиться этой историей. Мы ценим любую вашу поддержку. Система хаосов, как в Гарри Поттере, на самом деле существует в британских школах. Англосаксонская, она такая немножко, особенно в начале, первые классы, такой пижама-стайл. Обучение в Халиберри Алматы ведется по британской программе, такой же, как в школах Англии. Ученики не сдают ЕНТ, у них своя система выпускных экзаменов. Интересно, что в первый класс дети идут в возрасте пяти лет, а всего в школе 13 классов, последние из которых называются A-Level. По сложности программа выпускных классов сравнима с первым курсом университета. Кстати, хотел показать вам одну интересную штуку. Так вот, система хаосов, как в Гарри Поттере, на самом деле существует в британских школах. И вот в Халиберри она представлена четырьмя хаосами – желтым, красным, синим и зеленым. В каждом из этих хаосов есть своя команда управленцев, и по итогам года лучший хаос получает кубок. Да, помните фильм «Вот все на самом деле так и происходит». Лучший хаос получает огромный кубок, правда, в зале без свечей. В чем заключается основная идея британского образования? Если ответить на ваш вопрос одним словом, то это широта. Это про уверенность в себе, надежность, воспитание, академический успех, участие в благотворительности. То есть максимально широкое образование наших учеников. Конечно же, в англосаксонской системе больший акцент делается на развитии личности. Англосаксонская, она такая немножко, особенно в начале, первые классы, такой пижамо-стайл, что, в принципе, нам достаточно близко. Потому что, во-первых, мы отталкивались, наверное, и от своих каких-то фундаментальных убеждений и ценностей, но и наблюдали за ребенком. Я сама из области искусства, и креативной экономики, и культуры. И для меня, конечно, такой некий авангард очень всегда важен в жизни. И, в принципе, развитие личности выходит на первый план. И поэтому англосаксонская система, она отвечает этим требованиям. А супруга у меня нет. Он, наоборот, ближе к системе такой советской, французской, да, где вот информация и знания, они даже с самого такого раннего возраста важнее всего. И победила я. Нас всегда спрашивают, почему мы не показываем школьные столовые, и сегодня мы решили схитрить именно вот с этого разнообразия еды начать новую традицию. Сейчас будем пробовать еду в школе Халибери Алматы. Еды здесь много, она разнообразная. Сейчас посмотрим, чем кормят детей в школьной столовой. Ренат, расскажите, пожалуйста, что сегодня у вас в меню, и правда ли есть безглютеновые опции? Правда, есть безглютеновые опции. На сегодняшний день мы предлагаем супчик-пюре томатный, было Италия. Куриный супчик с яичными блинчиками. Далее у нас овощной гарнир, овощной ассорти из летних сезонных овощей. Вот вы видите здесь кабачки, морковочка, перчик, капуста, картошечка, баклажаны. Мексиканская смесь, рис с различными видами овощей. Индейка, запеченная в крупленном соусе. Говядина, шпигованная морковью и чесночком, также запеченная в соусе. Как в хорошем ресторане. Как в хорошем ресторане. Мы стараемся, чтобы у наших деток все было. Все разнообразное. А где безглютена? Безглютеновые. Пожалуйста, проходим. Безглютеновая паста, сливочный соус и безглютеновые кабачковые оладьи. Кабачковые шпинатные оладьи, они очень вкусные, они не содержат глютена. И каждый ребенок может по своему вкусу выбрать интересующую его опцию. Они это правда едят все дети? Они это очень хорошо едят. Если вы чуть-чуть подольше останетесь у нас, вы обязательно увидите, насколько это пользуется популярностью. Возьму себе цельнозерновой хлеб. Хлеб для взрослых. Честно говоря, съемки очень трудоемкий процесс. И поэтому я с удовольствием сейчас ем. Ну что, мы сегодня всей командой перекусили в столовых или берри. Очень разнообразная, хорошая еда. В общем, надеюсь, что другие школы не будут вычеркивать столовые из нашего сценария. На входе в школу есть доска с именами известных казахстанцев. Не совсем понимаю их роль в создании халиберия Алматы. Мы возвращаемся в 2005-2006 год. В то время собралась группа казахстанских интерпренеров, которые поняли, что образование – это самый важный подарок, который родитель может дать ребенку. Они решили привнести лучшие мировые практики образования в свою страну, чтобы их собственные дети и дети других казахстанцев могли учиться внутри страны, а не за рубежом. Эта школа нужна, чтобы создавать новую элиту? Мы сконцентрированы на том, чтобы воспитывать будущих лидеров во многих сферах жизни. Некоторые наши ученики не платят за обучение и в итоге едут в потрясающие университеты. Один из наших выпускников, Донат, в этом году поступил в Ель. Он обучался у нас на стипендии. Самый волнующий вопрос – это стоимость обучения в школе. Почему обучение такое дорогое? В любой школе оплата персонала – это самая затратная часть. Если вы хотите нанять людей за границей, чтобы они приезжали и учили в любой другой страны, неважно, в Казахстане или Эмиратах, это будет более высокая стоимость. Важно понимать, что интерпренеры, которые открыли эту школу в Астане и Алматы, открыли ее в качестве некоммерческого учебного заведения. Мы по-прежнему тесно общаемся, потому что они хотят, чтобы школы были успешными. Но мы никому не платим дивидендов. Все поступления идут на развитие школы. И это важно уточнить, потому что 90% школ с международной, британской программой обучения – это коммерческие школы. А это значит, что кто-то получает доход. А куда поступили дети из вашего последнего выпуска? Вы можете видеть здесь на стене – это Кембридж, Колумбийский университет в Нью-Йорке, Йель, Сент-Эндрюс. Многие поехали в Лондон, в ЮСиЭл. Один из наших учеников получил полную стипендию в Гонконге. Ты поступила на инженера в Кембридж. Легко было поступать в такой серьезный университет? Нелегко. Потребовало достаточно много усилий, потому что подавать нужно было раньше, чем в другие университеты в Англии. То есть все подавали в январе, мы подавали в октябре, в середине октября. Мы уже подали, мы должны были уже написать эссе и так далее. Потом были экзамены. Обычно экзамены вступить в них нету, но здесь были и экзамены, и интервью еще. И это было очень техническое интервью. Какие вопросы были на этом интервью? Задачи по физике и по математике. Тебе нужно было в прямом эфире их решать? Да, решать и проговаривать, как бы я думаю, как бы я решила этот вопрос, что бы я сделала, и прийти к какому-то решению. А ты как-то дополнительно занималась математикой и физикой? Вообще я изначально пришла к учителю по физике и спросила, какие лучше подать университеты. И он сказал, а не рассматриваешь ли ты такие, как Кембридж или Оксфорд? Вот, он на самом деле дал мне какую-то вот эту надежду или какое-то ощущение, что может быть я смогу попасть. Я подумала, я ушла домой, где-то на выходных я подумала, в понедельник я сказала, да, я хочу. Пожалуйста, помогите мне подготовиться. А сейчас будем записывать интервью с Алией, Алия будет давать его на английском языке. Просто послушайте, какой у нее фантастический язык, как он звучит. Я поступила на двойную специальность глобальное здравоохранение и биология. А кем ты будешь после? Я еще не знаю, но я планирую работать в системе здравоохранения здесь, в Казахстане. Будешь министром здравоохранения? Может быть, возможно. Мистер Хант, как я понимаю, вы посещаете разные образовательные форумы по всему миру. Что сегодня обсуждается на глобальном уровне? Да, действительно, я участвую и выступаю на разных площадках по поводу будущего образования. Я думаю, самая важная тема сегодня – это благополучие и ментальное здоровье учеников. Ведь если у одного из детей не получается учиться из-за проблем с ментальным здоровьем, и школа не дает ему поддержку, он не сможет добиться успеха, даже несмотря на свой интеллект. Ответственность школы – создать поддерживающую среду для всех наших детей, чтобы, когда мы даем им формальные знания, они были в наиболее успешной позиции. Также важно то, в какой среде обучаются дети. Счастливы ли они? Чувствуют ли они себя в безопасности? Чувствуют ли они поддержку? И если эти элементы присутствуют, тогда у них лучший шанс раскрыть свой потенциал. Лучший шанс, но это не гарантия. Нет никаких стопроцентных гарантий, неважно, сколько у вас денег или ресурсов. Ничто не может гарантировать стопроцентный успех ребенка. Потому что все мы люди, и вклад от всех трех групп – дети, родители, школа – все имеет значение. Ну что, мы завершаем наш сегодняшний обзор про школу Халиберри Алматы. И по традиции в конце мы должны сделать высокохудожественный вывод. Конечно, сегодня мы могли сосредоточиться на дорогих тачках, на которых привозят в эту школу детей. Могли сосредоточиться на том, что здесь учатся дети элиты. Но нам кажется гораздо важнее, чтобы как можно больше детей в Казахстане получили доступ к таким условиям, как в школе Халиберри Алматы. Мы надеемся, что этот опыт может быть использован и интегрирован в систему образования. С вами была Даша Бублик. Это проект 8.00. Пока!